Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 июня и пришло время показать мой огород на балконе, который я начала по вашей просьбе высаживать и рассказывать, какие сорта подходят для выращивания на балконе, на подоконнике, на лоджиях. Ну короче, что может вырастить тот человек, у которого нет участка. Я вот начала высаживать, я конечно на полдороги остановилась, потому что тут у меня тот реальный огород, который в открытом грунте меня отвлек, я высаживала в открытый грунт там томаты, перцы, но все равно что-то я успела посадить. Сейчас я покажу результат, все что я не успела высадить, я потом высажу и будем наблюдать за моим огородиком на балконе. У меня условия такие же, как у вас, вот здесь вот, видите, здесь стена дома, вот оно окно, и к стене дома, видите, как такое накрытие, это то же самое, что застекленное лоджие. Вот у меня все здесь питомцы стоят, это то же самое, что поставить их на балконе. Я все рассказывала про лук, про томаты, про все. Сейчас я покажу, какие они выросли, какой сорт дал отличный результат. Вот самый первый, покажу сейчас, пиноккио, вот он маленький. Это традиционный, всем известный, комнатный горшочный сорт. Он очень сильно у меня расцвел, и даже вот эти, видите, на нем маленькие завязи, уже начали формироваться помидорки. Пиноккио в маленьком, в пятилитровом у меня ведерочке. Дальше идет таймыр. Таймыр, он более мощный, видите, по сравнению вот с пиноккио, если их сравнить, этот вот какой, а у таймыра только здесь начинается, на этом расстоянии. У него мощный ствол, но все равно он высоко не вырастает, он вырос, ну сколько, ну сантиметров, наверное, 40, и начал цвести, у него тоже завязь, у него тоже все здесь прекрасно, но он, напомню, в десятилитровом ведре, потому что у него больший куст, вот с него вы можете получить нормальные, натуральные помидоры, но видите, он уже как бы накренивается, вам придется, скорее всего, если таймыр будете высаживать, на балконе или на лоджии, ставить даже палочку, и сразу решать, будете ли вы удалять пасынки и получать более крупные плоды, или пасынки вы будете оставлять, будет весь куст в плодах, но они будут более мелкие. Вот эта проблема такая же, как и у настоящих огородников с большими участками, вас тоже ожидает, будете выбирать, как формировать куст. Ну и, конечно, рекордсмен у меня по плодообразованию, это вот, я про него рассказывала, штамбовый засолочный, он очень быстро начал цвести, формировать помидорки, видите, он весь в кисточках, уже завязал, вот, раз, два, три, четыре, четыре кисти завязал, три в цветущем состоянии, это уже семь, и восьмая, девятая в фазе ботанизации. Девять кистей за этот месяц он выдал, очень быстро. Так, здесь дальше идет какой-то сорт, в который я не приклеила этикетку, и, конечно, забыла, что это, надо посмотреть по видеозаписям, что я еще высаживала, тоже с помидоркой, но название сказать не могу. Потом тут у меня идут питомцы, которых я высадить не успела, я хотела высадить еще дыньку, хотела высадить арбузик, показать вам, как они растут. Я в прошлые годы высаживала в мешок, просто обыкновенный мешок из-под сахара, два ведра земли, и туда высаживала дыню. Она в этом объеме грунта плодоносит, но мешок можно заменить большим кашпо, она дает прекрасные плоды, даже вызревает. Можете посадить, если хотите, и дыню, и арбуз. Еще хотела посадить огурчик, и так он у меня остался в стаканчике, не дошла до него, смотрите, он плодоносит уже здесь, бедный городской огурчик. Но я пересажу его, все-таки выберу время. Дальше у меня идет сладкий перец, сладкий перец, это карликовый сорт, тоже он пригоден для выращивания на балконе, и, конечно, горький перец. Горький перец, вот это у меня оранжевый гном, который можно выращивать на балконе, на лоджии, просто где-то на веранде, а потом занести домой на зиму. Он будет всю зиму у вас с перчинками. Ну и хит сезона, можно сказать, это лук на зелень, который я садила, помните, я рассказывала вам, что тут я высаживала мелкую фракцию, потом среднюю, и две больших луковицы, которые я купила в продовольственном магазине, и хотела вырастить с них большие такие пучки. Ну вот я была неприятно огорчена, представьте, вот эти луковицы, которые ядовые, которые я купила в магазине, продают для еду, они оказались совершенно мертвые. Вот какой лук продают, я даже не знаю, что можно сделать с луком, чтобы он не захотел даже выдвинуть росток. Он не шевельнулся, он не ожил, не дал росток, и они не сгнили, они вот прям, как я их купила, они целые так и стоят. Сейчас посмотрим, что с ними там. Вот разве может быть такое в природе? Я не знаю, я в шоке. Смотрите, у него корень, он хорошо растет все, но ростка он не дает, он не способен размножаться, он не дал потомства, не хочет он вообще. Это ужас, это чем надо обрабатывать растения, чтобы они не захотели дать свое потомство. Я вот смотрю на них каждый день и думаю, что мы в магазине покупаем. Вообще зеленая масса, видите, как у лука, хорошая такая. Он буквально, ну тут у меня немного детки уже пощипали, не знали, что... Это сначала я хочу его показать людям, потом уже будем его кушать. Он вообще как лес. И я хочу сразу вам сказать, напомнить, что для того, чтобы вот эта вот посадка оставалась долго, эстетически красивой, чтобы не было вот так, как они пришли, раз мне обрезали до лысого. Начинайте убирать вот эти наружные, большие, как сказать, перья, а вот которые центральные, видите, маленькие, они еще будут расти. Тут можно нащипывать каждый день полностью на полноценный салат, вот эту зелень лука. Для того, чтобы лук был у вас конвейером, без перерыва, посадите еще один такой лоток. И пока вы этот употребляете, тот через 2-3 недели вырастет, вы будете все лето с зеленью. Даже если, например, огурцов у вас не нарастет такое количество, но хотя бы вы не будете покупать зеленый лук. Хотела посеять, не успела, также салат, укроп, петрушку. Вот эту зелень, по одному контейнеру каждой зелени может посадить каждый на балконе, на лоджии, даже на подоконнике. Ну и, конечно, королева нашего огорода на балконе это ягодка. Я садила клубнику вместе с вами, можете посмотреть видео в плейлисте огород на балконе. Она отсвела, смотрите, сколько завязей. Она вот сейчас наливает плоды, и я думаю, что она у меня полноценно вызреет, хотя, я скажу вам честно, мне ухаживать за ними некогда. У меня вот тот огород отнимает все мое время. И я иногда даже, как, ну, очень часто, забываю полить, приду, земля совершенно сухая, а ягоди в этот период, в период плодообразования и цветения нужен полив, почва должна быть влажная. Но если у вас это будут единственные лоточки, например, лук, ягодка, там, две помидорки, вы, конечно, не будете забывать их поливать. Они будут у вас всегда ухоженные, в лучшем состоянии, чем у меня. И вот даже у меня, где они не получают должного, как сказать, внимания, что у меня все внимание приковано к тому огороду, к основному, даже вот в таких условиях, неблагоприятных, вы видите, какой урожай уже дал мне огород на балконе. Так что, не бойтесь, высаживайте в лотках, в контейнерах, выставляйте на балкон, на лоджию, даже на подоконник. Сейчас солнца достаточно, можно вырастить вот помидорку или лук зеленый, даже на подоконнике, если у вас нет балкона. Все, до свидания. Это был мой краткий видеообзор огорода на балконе. Как вы видите, все растет, все плодоносит, все дает урожай. И для одной семьи, например, из двух или из трех человек, огорода на балконе вполне может хватить, чтобы не ходить на рынок летом и кушать свои вкусные овощи. И знаете, из чего они состоят? Они как те две луковицы, которые, не знаю, я даже их, нельзя назвать настоящими, если они не хотят продолжить, как сказать, дать зеленую стрелку, я даже не знаю, как назвать такие продукты, мертвые, не мертвые, он вроде бы растет, какой-то полуубитый. Ну ладно, до свидания, всего вам хорошего, не буду вас расстраивать рассказами о мертвом луке, мы будем выращивать живые овощи, будем их кушать, будем поправлять свое здоровье. Все.